Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мир моделей, меня зовут Павел. Сегодня мы заглянем в наши магазины, посмотрим, что же там появилось новенького. А новенького появилась очень интересная вещь. В общем, компания «Звезда» продолжает нас радовать новинками. И вот у нас пришел совсем недавно, мы где-то года назад осматривали Ил-76, военно-транспортный самолет. И вот не менее интересная модель в 144-м масштабе от компании «Звезда». Это российский самолет дальнего эргансационного обнажения и сопровождения А-50. Комплекс очень интересный, самолет смотрится внушительно, показывался неоднократно на различных парадах, пролетал над Красной площадью. Создан, естественно, на базе Ил-76. Конструктивные изменения в нем довольно-таки существенные. У него зашита задняя транспортная аппарель полностью. Там размещено 20 тонн оборудования. Порядка 20 человек там операторов дальнего обнаружения, радиолокационных, помех и так далее. Пять членов экипажа. Самолет имеет неубираемую штангу до заправки в воздухе. Имеет самая большая антенна кругового обзора. Она имеет диаметр 10,5 метров. И расположена на специальных выносных держателях, на 2 метрах от самого самолета. Самолет создавался на замену усталевшему самолету ДРЛО, у дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126. Самолет используется как управляющий, как командный пункт. А также обзор внешней обстановки может наводить ударную авиацию на морские цели, на всякие наземные цели. И также сопровождать воздушные цели. Может связываться с космической группировкой спутников. Ну и наводить, смотреть, обнаруживать и так далее. То есть вот такая интересная сама по себе машина. В 144-м масштабе есть этой модели небольшой конкурент, но мы его посмотрим в конце. А сейчас мы заглянем внутрь, что же находится в коробке данной модели. Лицевая часть коробки. Здесь изображен именно А-50, статическим номером 30, с современными значениями ВВС России. Здесь также сзади собранная модель уже непосредственно сборщиками компании «Звезда». Небольшая историческая справка, а также геометрические размеры самой модели. Заглянем внутрь. Откладываем в сторону. Ну и традиционно, чтобы не нарушать. Вот инструкция непосредственно по самой сборке. Здесь у нас декали на два варианта 50-й и 30-й бортовые номера. Также есть эмблема, которая идет на один из данных бортов. Здесь инструкция по сборке. Она не очень сильно отличается от инструкции по сборке ИЛ-76. Но за небольшими исключениями, естественно, в зависимости от модификации данной машины. Также, как компания «Звезда» в последнее время взяла вот такую интересную, очень мне нравится, это вот такой цветной вкладыш, где по компании «Звезда» кладет здесь лист, в котором указаны цвета, которые надо раскрасить данную машину. Цвета привязаны к краскам компании «Звезда» и краскам компании «Таймия». Здесь у нас 50-й бортовой номер, а на той стороне 30-й. Машины реально служащие в данный момент, так что я думаю, что можно и 30-й, и 50-й номер найти в сети. Можно, вот. Ну а теперь непосредственно к модели, ну, это естественно, что непосредственно сам корпус. Вот шасси и пилоны, которые подвешиваются в посадочную механизацию. Этих деталей и две. Естественно, элементы шасси. Для тех, кто хочет собрать модель именно в посадочной конфигурации, когда они находятся на аэродроме. Вот элементы двигателей. Внутренняя часть, куда убираются шасси. И также непосредственная посадочная механизация именно самих крыльев, которые мы видим вот здесь немножко дальше. Вот крылья у нас находятся вот здесь. Вот крылья. Верхняя часть, нижняя часть. Аккуратненько-тоненькая расшивка, поэтому, конечно, это сильно украшает модель. Если ее аккуратно выделить, то модель получится очень-очень замечательной. Хвостовое и оригинальное оперение. И элементы двигателя, вернее, не двигателя, а элементы, которые идут в кабину. Вот эта переборка идет в кабину. Ну и самое вкусное здесь. Это непосредственно сама антенна кругового обзора. Возухозаборники. Ну и мы немножко... Ещё обязательно люди просят, наши зрители постоянно, очень просят показывать. Вот мы показываем вот такое замечательное прозрачное остекление. Вот. У нас есть компания Каводов, которая выпускает на них замечательные маски. То есть можно не мучиться с остеклением и подобрать маски на L76. Они сюда подойдут идеально, потому что модель по остеклению никаких изменений не претерпела. Ну и хочу обратить внимание, что здесь модель комплектуется вот такой вот подставкой. Традиционной и очень неплохой, кстати, у компании Звезда. Вот такой вот у нас небольшой обзор. Вспомним, что у данной модели есть вот такой вот конкурент. Конкурент этот довольно таки древненький. Эта модель в том же самом масштабе 144-го от компании Турнпетер. Ну, конечно, сравнивать здесь довольно таки сложно, потому что этой модели уже больше 15 лет, выпущена она довольно таки давно. Ну и сами понимаете, сравнивать ВАЗ-2105 и Ладу Калина тоже нет особого смысла, но тем не менее, есть модель такая, есть модель такая. Немножко посравниваем, ну-ка даже посмотрим, насколько у нас точны ребята. Вот даже, пожалуйста, первое сравнение. Говорят о том, что блюдце от компании Звезда, оно и смотрится по-другому, и более ярко выражено, но Турнпетеровская деталь, она реально меньше. Тут без сравнения можно видно. Вот, то есть уже как бы есть нюансы. Элементы двигателей, крылья даны без посадочных механизаций, в отличие от компании Звезда, поэтому предкрылок здесь можно сделать выпущенным, но задняя поверхность никаким образом не регулируется. Конечно, здесь намного меньше различных литников, но тем не менее, вот такая вот модель от компании Турнпетер. То есть она здесь намного лаконичней, вот таким образом дается остекление. Я могу сказать одно, что я в свое время собирал Ил-76 от компании Турнпетер, Я один раз даже как-то уже ее упоминал. Модель собирается, так сказать, наверное на тот возраст, сколько этой модели есть лет, наверное на столько она собирается. Вот я здесь открывать не буду, но здесь видно, что опять здесь декали на 50-й бортовой номер, как и у компании Звезда. Вот такая вот сборка. Тут как-бы книжица, я привык, что у Звезды это все выходит. Вот таким вот образом. Естественно, если вы хотите собрать конфигурации на взлете, то здесь модель ставится именно на шасси, подставки здесь никакой нету, она даже производителем не предусматривается. Вот, уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели новинку от компании Звезда в 144-м масштабе. Это модель самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, его еще называют воздушно-командный пункт А-50. Вот, модель замечательная, очень интересная. Я думаю, что с блюдцем модель будет смотреться очень красиво, и необычно, потому что не много таких моделей вообще выпускается в мире. Так что вот таким вот образом. Ну и заодно мы, пользуясь и слушаем тем, что у нас есть старая модель, которая вообще на этом рынке присутствовала от компании Турмпетер. Ну, модель выпускалась вот эта довольно-таки давно, поэтому мы ее немножечко посравнивали, ну, совсем чуть-чуть, и даже уже беглый осмотр выявил то, что даже размер самого главного красивого элемента вот этого непосредственно антенны кругового обзора у Турмпетера меньше, чем у данного же изделия или данной детали у компании Звезда. Понятно, что требует это более длительного и глубокого анализа, то есть надо залезать, пытаться это масштабировать чертежи и доказывать кому, кто прав, кто виноват. Ну, в той ценовой категории, которой представлена данная модель, конечно, Звезда имеет неоспоримые преимущества перед моделью от компании Турмпетер. Это, конечно, деталировка, больше деталей, машину просто интересно собирать, и выглядит она в собранном виде, ну, с механизацией опущенной, будет выглядеть намного предпочтительнее, чем модель от компании Турмпетер. Ну, что же делать, проходит время, и новые модели, конечно, лучшие модели, выпущенные компаниями в предыдущие годы. Вот такая у нас сегодня ознакомительная получилась передача. Ну, компании Звезда большое спасибо за то, что продолжает нас радовать военной техникой современной Российской Армии. Мы ждем новинок, с удовольствием ждем. Думаю, что компания Звезда нас порадует еще другими новинками в других масштабах, в других направлениях. Ну, а с вами был Павел, это был Мир Моделей. До новых встреч, всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»